Мы все-таки сказали, капиталоемкость Все это диктовалось требованием огромных, существенных вливаний Вот этой той самой капиталоемкости, фундаментальной медицины и биологии Без которой они сейчас немыслимы в современных условиях Есть ли вообще плоды увеличения потока федеральных средств, других средств На это, то есть, грубо говоря, вообще с той ловчинкой выделки Пошли деньги Но я вам могу сказать, что и за прошлый год, и за этот год То есть по грантам, по хоздоговорам То есть по привлечению, то есть когда люди заинтересованы Когда компании заинтересованы у нас, которые готовы, так сказать, оплачивать эти исследования И когда наши исследования передовые оплачиваются То есть вот только в рамках института То есть мы получаем порядка полумиллиарда То есть 500 миллионов, это мы получаем деньги, так сказать, по грантам и хоздоговорам А федеральное финансирование? Вы имеете в виду какое федеральное финансирование? Ну, через КФУ Нет, ну оно все проходит через КФУ Мы являемся структурным подразделением КФУ То есть я говорю просто по тем деньгам, которые идут именно на исследования, так сказать, или разработки в нашей области Оно обязательно проходит все через КФУ То есть это КФУ Ну, я еще слышал, было какое-то федеральное финансирование А, вы имеете в виду те деньги, которые в программе, например, 5-100? Да А понимаете как, вот программа 5-100, это не то, что мы с вами сейчас вот сидим и договорились Слушай, давай вот там, какой-нибудь больничке 5-100, там ее сделаем и вот дадим ей Нет, программа 5-100, это конкурс Это был конкурс, причем первой волны И в первую волну было отобрано 15 вузов, причем один вылетел Вот, это была вторая волна И во вторую волну, например, вот первый мед прошел Вот, а это был конкурс И самое удивительное, что именно на основании конкурса нам каждый год дают деньги И каждый год мы сейчас будем отчитываться Мы сейчас будем писать и корректировать свою дорожную карту опять на следующий год И если я не покажу, если университет не покажет, что наш проект жизнеспособный Что именно под это нам надо деньги дать, то мы их не получим Да, мы получаем Но те деньги, про которые я сказал, это без этих То есть там, получается, университет на самом деле разработал программу Вот последний проект, которым, так сказать, мы внесли изменения в дорожную карту Это как раз создание стратегических академических единиц И под это, и под изменения внутри университета Мы получили 900 миллионов, почти миллиард Да, почти миллиард, да, там цифра Но когда я говорил про полмиллиарда, так сказать, это деньги другие Это деньги уже пришедшие, так сказать, за счет активности Научной активности, хоздоговорной активности Как вы считаете, это много или мало? Хочется большего? Вы знаете как? Это немало раз Потому что я читал интервью недавно Не буду называть какого ректора И когда он сказал, что они заработали на весь университет Там что-то 100 миллионов Лицейду российский, да, университет? Да, конечно, да И что это хорошо Вы знаете, востребованность Ну, во-вторых, так сказать, за нами всеми стоят коллективы Они должны жить, у них есть семьи, так сказать И мы все, находясь на руководстве, мы несем ответственность за то Чтобы, так сказать, люди могли достойно получить заработную плату Ну, ведь не только зарплата, а ведь адекватное создание материально-технической базы Ведь оно уже как раз это та самая капиталоемкость Вот адекватны ли эти деньги? Нет, мы здесь, я с вами полностью согласен Можно построить вот такое, хотя бы близкое к мировым Безусловно, ведь от этого никуда не деться То есть, вот смотрите Значит, почему мы публикуемся? Почему мы получаем эти договоры? Почему мы получаем эти гранты? Потому что, так сказать, мы показываем, что уровень наших исследований Уровень наших внедрений Он находится, так сказать, на том же самом уровне Как и, так сказать, на передовой мировой площадке Если бы это было не так, поверьте, никто бы не сдал Если бы мы продавали тухлую картошку, гнилую картошку Ее бы никто не купил Но мы продаем знания, мы продаем свой интеллект Мы продаем свои возможности Так сказать, мы показываем, что мы можем сделать Мы заявляем Вот мы сейчас исследуем то-то, то-то Мы вам выдадим то-то, то-то Вот Нас проверяют и говорят, а сможете ли? А мы говорим, да, посмотрите, у нас есть опыт в этом У нас есть такие технологические возможности У нас есть кадровый состав вот такой-то А здесь у нас не хватает, мы привлекаем кого-то со стороны И мы сделаем этот проект, и этот проект будет реализован И тогда нам говорят, хорошо, мы вас профинансируем Например, некоторые разработки Это создание таких генотерапевтических конструкций То есть, когда создается терапевтический ген Или несколько их вносится туда Причем это могут быть либо генопрепараты Либо это могут быть, так сказать, когда уже в клетке введено Это геноклеточные препараты, это раз Второе, в ноцфармацевтике с успехом прошли испытания Так сказать, как бы нескольких новых оригинальных лекарственных препаратов В том числе и противообхульных И почему платили? Потому что проверили, что это могут быть новые препараты Нового поколения, которые помогут людям Вот Сейчас в настоящий момент мы вышли уже на уровень клиники Клинических исследований, когда их надо проверять И если все, так сказать, и дальше будет идти точно так же И по тем же самым сценариям То в конечном итоге мы получим новые лекарственные препараты Возвращаясь К сугубо институтским Университетским проблемам Вот Активная Экспансионистская политика Которая была Задана при формировании Медицинского кластера КФУ То есть вот это вот поглощение РКБ-2 СМП-2 И других Других То есть Других клиник Вот 24 здания В городе Казани Оно вызвало у многих Такую вот Совершенную Ну Может быть оправданную реакцию Не подавятся ли Не переварят ли Вот всего что Взяли И даже такие вопросы возникли А не стоит ли на очереди Казанский медицинский Институт Вот такие вопросы задают наши читатели Ну Во-первых Насчет как бы Экспансии Но Это не совсем так Значит То что касается РКБ-2 Процесс сугубо добровольный Более того Так сказать Вот если бы здесь присутствовал Армир Ашинович Он очень любит Я даже процитирую В какой-то степени Он говорит Вот РКБ-2 Это та клиника Которая в отличие от других Крупных клиник Республики Татарстан Не попала под золотой дождь То есть Это конечно в кавычках Но То есть Там не было Никакой модернизации Прекрасная сейчас Республиканская клиническая больница Прекрасная больница Скорой медицинской помощи Прекрасная детская Республиканская больница Прекрасная больница Сейчас В набережных челнах РКБ-2 Там не было Никакой модернизации Да Бренд Что это Обкомовская больница Он существует. Ну, для блатных всегда было. Но, извините меня, по внутреннему содержанию даже оборудования диагностического и всего остального, эта больница не была сейчас уже на передовых. Не соответствовала. Конечно. И поэтому в этой ситуации желание и коллектива, и главного врача, оно было понятное. Причем ведь мы нашу дружбу начали, вот как это если, мы сидели на скамейке сначала взявшись за руки. Вот. И мы говорили, давайте поработаем вместе. И договорились, давайте попробуем. И первый проект это у нас был, это создание вот такого как бы центра клинических исследований на базе клиники, ну, то есть одного из зданий на улице Волково. И мы создали там, мы создали центр клинических исследований, где можно проводить все фазы клинических исследований. Мы, университет, я имею в виду, когда говорю мы, мы создали там биобанк, мы создали там чистые помещения, где можно работать с клетками человека. Мы вошли еще тем, что мы расширили диагностические мощности клинической диагностики, вот этой лабораторной диагностики для больницы РКБ-2. РКБ-2 вообще тогда была самостоятельной. Вот. И мы говорим, слушайте, вам как наша дружба? Хороша? РКБ-2 говорит, да, очень хороша. Господин Абашев, он регулярно это подчеркивает, выступает. Конечно, конечно. И ведь самым... Рефреном просто. Да, и поэтому здесь это было на самом деле добровольно. Потому что если бы РКБ-2 не вошла в состав университета, она так бы оставалась, как РКБ-2 3-4 года назад. Ну, то есть, имеется в виду, вы понимаете, что только средства УМС, например, так сказать, еще что-то. Поэтому университет взял на себя это бремя. И мы сейчас зашли с ремонтом. А поликлиника, которая вторая была, здесь спасибо президенту. Он просто сказал, ребят, говорит, но если так вот у вас получается РКБ-2 вы берете... Конфетку сделаете. Да, а здесь если есть еще БСМП-2... Ну, коллеги, и тот, кто говорит насчет экспансии, кто-нибудь был в БСМП-2, в бывшей 6-й городской больнице, до того, как мы вошли туда с ремонтом? Был. Вот я был, ну, мягко говоря, тягостное ощущение. Так, да. Вот. И, соответственно, так сказать, когда эти здания, эти здания вообще, как это, спасибо, но они были даны в довесок. И почему? Потому что получался красивый сценарий. У нас получался такой целый медицинский квартал, так сказать. То есть, вот этот вот весь блок, он закрывается, как университетская клиника. И это на самом деле будет красиво. И мы сейчас активно там работаем. Вот, поэтому, если говорить про другую какую-то экспансию, про госпиталь, но это здания, которые надо было восстанавливать, мы не сможем их восстановить сейчас как лечебные учреждения. По одной простой причине, что там на самом деле пока существует, ну, вот сейчас требования другие совершенно к лечебным учреждениям. Вот. Там с канализацией, с водой, со всем. И поэтому, так сказать, в рамках этого мы развивать будем просто такой исследовательский и образовательный кластер. Часть кафедры мы растем. Мы, так сказать, на самом деле, мы вот в этих вот штанишках и распашонке биофака, где зародился наш институт, мы уже не умещаемся. И поэтому нам просто-напросто нужны и другие, так сказать, как бы площади. А поскольку у нас один из кампусов, вот где симуляционный центр и еще, так сказать, несколько кафедр располагаются на Карла Маркса, то получается очень красиво, так сказать. Городок. Целый городок, да, целый такой кафедр. Внутри города, медицинский городок, кластер, как его тоже. Да, да, я думаю, что получится хорошо. Более того, мы, поскольку, вот смотрите, опять, мы, так сказать, медики и биологи неразрывны. И сейчас уже наши биологи, они думают, а как же еще облагородить вот эту территорию, которая вокруг этих зданий, то есть сделать ее уже такой, как бы, парковой зоной. И мы думаем, чтобы туда и гражи не приходили. То есть это будет незакрыто. Там же даже исторические виды зданий, да, есть. И какие-то требования к ним. Они все, все три. Все три, да. Там внутри есть то, что охраняется. С Минкультом даже какое-то взаимодействие здесь идет. Это все под контролем Минкульта, потому что там внутри лестница, которая является памятниками истории, так сказать. Вот когда сейчас начался ремонт, мы видим очень много, так сказать, интересных вещей, которые тоже, так сказать, по требованию Минкульта мы сохраняем. Поэтому процесс непростой, процесс непростой, но он идет. То есть теоретически нас ожидает прекрасный медицинский городок, внутри которого можно гулять, любоваться отремонтированными, нормальными отремонтированными зданиями. Я думаю, что будет так. Я даже уверен. Но сколько хлопот ведь пришлось пережить, ведь я даже вот по шестой больнице вот сужу, ведь это же, ну, там совершенно колоссальные, наверное, вложения потребовались. Эти канализации, теплоснажение и все прочее. Ну, вы знаете, здесь... Удалось ли вообще там довести дома? Вы знаете, вот этот проект, то, что касается клиники, и вообще куратором вот этой стратегической академической единицы, которая с медициной связана, является ректор. А то, что касается клиники конкретно, вот это его детище, если он это все сделает, а он все, что делает, он практически каждую неделю по несколько раз проезжает. Он смотрит каждый ремонт, что в поликлинике ремонт, что ремонт вот в БСМП-2, что в РКБ-2. То есть это находится под его неустанным контролем. И поэтому... Ну, вы знаете, здесь вот кто-то должен был делать. Вот, ну, начали. Вот он контролирует, он это делает. Было, можно сказать, разваливалось, но бесхозное. Ничего можно сказать, оно разваливалось. Ну, это было, видно даже. То есть он проезжаешь на госпиталь, смотришь, с него штукатурка отлетает. Это же... Ну, и госпиталь, а БСМП-2. Вы зайдите вот не с фасадной части, а с другой, посмотрите, что там было, так сказать. Ну, то есть это... Угу. Вот внутри вот этого будущего чудесного медицинского городка начали создаваться такие достаточно интересные центры. Вот вы сказали, биомедицинский центр коллективного пользования, да, вот там возник? Он не там. А, он не там, да? Да. Вы знаете, как, если говорить по этапам, то получалось так. Мудрое решение ученого совета Казанского университета о том, чтобы создать институт, оно было, наверное, так сказать, где-то уже принято в 10-м, в 11-м году. Институт был создан на базе биофака. И первое, так сказать, наше размещение, это было там, где размещается биофак в главном здании. Также эти кафедры и лаборатории, часть до сих пор существует. Потом мы понимали, что для развития высокотехнологичных вот этих вот биомедицинских исследований необходимо создавать что-то новое. Причем очень удачно, так сказать, КФУ подал заявку и выиграл эту заявку на создание, так сказать, научно-образовательного центра фармацевтики. Это деньги выделял Минпромторг, так сказать, таких центров создавалось по России несколько. Вот, КФУ выиграл эту заявку, и согласно этой заявке было принято решение, что надо на улице Парижской коммуны, вот там, где здание бывшей педоинститута, тоже университет сейчас находится, там пятиэтажное здание, было недостроенное общежитие для иностранных студентов. И вот в этом здании начались работы. То есть там разместился научно-образовательный центр фармацевтики. Кстати, это единственное место в Казани вообще, где есть так называемый СПФ Виварий. То есть где Виварий, и содержатся животные, так сказать, свободные от любых инфекционных агентов. Вот. Это единственное место в Казани, где потом был размещен на цокольном этаже центр микроскопии. Это единственное место в Казани, где расположен геномный и протеомный центр. Так сказать, то есть это вообще концентрация всего. И сейчас там, кроме НОС, фармацевтики, выполняющего доклинические исследования и разработку новых лекарственных средств, мы расположили еще, кроме вот этих вот центров коллективного пользования, еще многочисленные лаборатории, которые мы назвали Open Lab. То есть когда мы уже объявляли гранты, и ученые, так сказать, как наши, так и из-за рубежа, они предлагали свои проекты. Эти проекты они сейчас вместе с нашими сотрудниками и вместе с нашими студентами реализуют на этой опытной площадке. То есть вот это была, это как бы наша основная научная составляющая, но она фундаментальная наука. Дальше был следующий этап, когда мы поняли, что для преподавания, так сказать, медицины мы не можем обойтись только вот этой вот наукой и старым зданием университета. И поэтому было принято решение, что надо создавать образовательную часть именно вот здесь, на Карла Маркса. И поэтому там был создан вот этот вот уникальный симуляционный центр. Там были созданы кафедры, так сказать, и стоматологии, и имплантологии, с фантомным классом, где студенты учатся зубы лечить там тоже, и кафедры морфологии, и общепатологии, ну, так сказать, и ряд других кафедр. Вот. Но мы растем дальше, мы понимаем, что у нас мы уже сейчас тоже не умещаемся, так сказать, и вот поэтому следующее, так сказать, это не экспансия, это просто, так сказать, как бы смена штанишек. И следующий, так сказать, размер, это уже полное таковое вот завершение, это госпиталь. Это здание госпиталя, где будет аккредитационный центр, это здание госпиталя, где будет виварий, так сказать, и ветлаб, потому что та часть симуляционного центра, который у нас сейчас есть, это называется драйлаб. То есть сухая лаборатория, это симуляторы, это манекены. А вот операции на животных, так сказать, на свиньях, на всем, это будет располагаться, мини-пиги такие будут и на кроликах, это будет располагаться уже в отдельном зале. Это уже реальная такая будет составляющая. Вот.